всем привет меня зовут рима и добро пожаловать на канал бисероплетение с римой сегодня мы с будем плести браслет из бисера на самодельном станке я покажу данный метод плетения на леске плюс поделюсь схемой естественно все будет поэтапно также расскажу как прятать чтобы наши узелочки были незаметны единственного здесь вначале немножко ну как бы не особый вид при цепи и здесь где-то посерединке я немножко 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 видно а так они прекрасным образом все-все-все-все-все спрятаны но к сожалению немножко не хватило бисера поэтому заказать мне его было негде и к сожалению я вот так вот оставила но вы можете в любой момент доплести меня было 10 грамм бисера и мне вы к сожалению не хватило немножко не хватило абсолютно заказать мне к сожалению негде его поэтому пришлось так и ставить данное видео я разделю на три части первое это само плетение на станке как мы плетем как мы начинаем и так далее как читаем схемы 2 это будет у нас как спрятать все эти ниточки куда их деть куда их все таки деть и застежка я покажу наверное какой-нибудь интересный вариант застежки не какие-то металлические не какие-то эти зубчатые трубочки я в принципе их не особо люблю мне нравится когда концы более-менее как бы они оригинальные поэтому я придумаю какую-нибудь застежку покажу вам один из способов застежки для данного браслета и один важный для меня нюанс то что в процессе плетения я поменяла зеленый матовый красивый такой цвет на голубой тоже матовый серебряной полоской потому что мне не понравилось как смотрится зеленый он слишком сливался с ирисом он очень-очень сливался с ирисом если голубой например здесь выделяется то зеленый наоборот он терялся просто терялся как бы ну если ну не очень нравится в принципе оно так выделяется сразу а тогда оно было бы одна будет плашная такая картинка один бы только желтый выделялся в общем смотрелось бы оно тускло поэтому я поменяла и схема будет заточена под голубой естественно вместо зеленого берем голубенький не забываем и схему я сделала именно под голубой берем станок берем леску и я буду приступать к нанизыванию нитей да не забываем у нас схема идет на 25 бисеринок а нитечек мы делаем как всегда на одну больше то бишь 26 так с леской чуть 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 труднее завязать сейчас я быстренько зафиксирую и буду нанизывать так так и вот и это и так и готова ниточки наши зафиксированы натяжение средненько получается на не сильная и не мягкая кстати знаете похоже как на гитару по звуку сейчас прям свою мелодию напишу ладно давайте плести я отрезала около полутора метра лески потому что во первых она запутывается во вторых мне все равно в процессе плетения не хватит как бы все равно буду продолжать нить начинать новую и продолжать плетение поэтому как бы я лучше возьму по чуть-чуть постепенно зафиксируем нашу ниточку продеваю под леской под самой первой и здесь завяжу ниточку внутри узелочка как всегда и оставлю небольшой край с леской немножко труднее будет работать она более скользит по сравнению с нитью нам больше скользит так и будем приступать я отсыпала для себя бисера такую тарелочку мне просто понравилась как бы и форма поэтому я ее и купила да они конечно цвета чуть смешиваются но для меня принципе это не принципиально потому что я обычно все высыпаю в кучу практически кучку и делают так вот кучки на столе и принципе они также сама смешиваются поэтому мне не принципиально так и набираем 25 бисеринок матового а б 25 штучек самые сложные ряды это два ряда я вас там вот сколько читала все пишут почему-то что самый сложный это первый ряд ничего подобного самый сложный это двородна а дальше все идут как по маслу нанизали 25 штучек теперь проводим нить вот всеми ниточками вот всеми 26 нитями то бишь под низом проводим теперь вставляем каждую бисеринку между ниточками как я всегда говорю каждая бисеринка должна у нас находиться своей ячейки и начну я это сверху сверху справа рисунок у нас будет идти слева направо то бишь я буду плести слева направо кому как удобно но вот как мы начали если мы начали слева направо ту и дальнейшем мы плетем только слева направо не путаем в кирпичном в кирпичной технике идет сначала мы слева направо потом справа налево и в ручном качестве я так же самое делаю начала слева направо там либо наоборот справа налево и так далее я буду постепенно вставлять и проходить если я буду сейчас каждую бисеринку вставлять а потом проходить они все равно мне могут вылезти где-то я могу пропустить как обычно это у меня бывает так что я пользуюсь вот таким вот методом да не забываем придерживаем пальчиком и проходим иголочкой в каждую бисеринку так и первый ряд готов я в принципе стягивать его пока что не буду потому что это бессмысленно я начну со второго ряда это делать я обычно сразу провожу свою нитку с иголкой под под нитями всеми я не знаю мне так просто проще я так всегда делаю они например тут нанизала бисеринки потом вместе с этими бисеринками прошлась она где-то там зацепилась еще и как бы так проще я сразу провожу и нанизывая бисеринки уже распределяю их в каждую каждую свою ячейку и набираем 12 а б одну розовенькую прозрачную все мне бисер идет матовый весь и снова 12 матовый а б и бы весь бисер у меня матовый абсолютно весь даже вот этот желтый серебряный серебряной кажется это полосу идет но огонек который чешский огонек он по-простому называется и снова распределяем так и есть у нас уже второй ряд вот теперь я буду все стягивать очень 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 аккуратно стягивать самое главное не порвать потому что мононить она она менее крепкая чем например нить этому ничем не нравится тем что она во первых она запутывается во вторых она рвется и она рвется очень 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 хорошо рвется так есть я возьму пожалуй наверное какую-нибудь линейку карточку что-нибудь что у меня будет под рукой что не будет под рукой даже линейки не даже карточки а вот я возьму линейку и таким вот образом я подровняю свои бисеринки подровняю свои рядки также мы можем регулировать либо мы можем чуть выше поднять либо чуть ниже но мы потом этого уже сделать не сможем за счет того что здесь натяжение идет у меня я например выше уже поднять попросту не смогу поэтому нужно было либо чуток ослабить изначально я бы я могла начать сверху я линейкой аккуратно вот так вот и ровненько прекрасно я буду помогать линеечкой чтобы наши рядки были красивые и ровные и будем начинать третий ряд и теперь набираем 2 а б 1 желтый затем 8 а б 3 розовых 8 у нас идет снова а б желтый и 2 а м и против а им это уже легче пошла работа самое главное проверяйте чтобы вы прошли полностью во все бисеринки потому что она будет конечно в итоге у нас свисать и выпадать это будет очень заметно и выбираться рисунок будет четвертый ряд и это у нас 3 а б далее 3 зеленых 5 а б 3 розовых снова 5 а б 3 зеленых и 3 а б и 5 ряд 3 а.б. 2 зеленых затем 6 а.б. 3 у нас ты такой кирпичный цвет 6 а.б. 2 зеленых и 3 а.б. красивый непонятный цвет кирпичный я его купила довольно таки давно ну к сожалению применению я не нашла абсолютно никакого я вот не помню здесь бисеринка то ли дыркой но на судя по всему бисеринка именно с дыркой здесь идет дырочка как будто червячок туда залез не знала что такое попадается в чешском бисер вообще чешский бисер очень конечно исполнился очень очень сильно исполнился обидно что они конечно так скатились и кстати знаете вот это такое кстати немножко не в тему но по темно купила бусины чешский кажется они называются тела эти квадратики в общем сколько бы я не смотрела в интернете сколько бы я не искала они все плюс-минус идут вот такие вот совсем неровные абсолютно неровные и на фотографиях они плюс-минус принципе такие идут но я зашла на сайт чешский этот причёса орнелла при причёса ну в общем зашла к ним у них получаются они или помню точно как они называются действительно то ли тела ну кажется тела у них они просто идет квадратик квадратику идеальнейший просто идеальнейшие квадратики ну я не знаю почему не только у нас я видела и на российских сайтах то же самое они абсолютно все такие вот кривые и разного размера это безусловно безусловно очень обидно потому что вы как бы даете деньги и при всем при этом как бы но они не так уж и дешево стоят я видела на алике куда дешевле намного дешевле их больше штук получается ну либо если сравнивать по цене то они получаются если так же та же цена то больше штучек выходит ну в общем и они получаются как-то ну не знаю у них на фотке я так посмотрела и люди заказывают и как-то вот по качеству они куда лучше чем вот это ваша прическа 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 пресиоса и шестой ряд дочек я в пятом поминала бисеринку и и и и и и добавила тут ряд так и теперь мы нанизываем 3 а.б. одну зеленую одну а.б. затем 4 розовых 7 желтых 4 розовых 1 а.б. одна зеленая и 3 а.б. я решила поменять зеленый бисер на голубой потому что при дневном свете я в общем увидела что они попросту сливаются с а.б. поэтому я решила поменять на голубенький тоже с серебряной полосой только не надо меня закидывать дизлайками плевать в мою сторону да мы же с вами творческие люди я например если мне нравится естественно я переделаю потому что ну мне не нравится и дальше она с таким настроением и пойдет плетение но зачем мне это нужно мне должно нравиться душа радоваться и кстати еще один момент этот бисер а.б. я вам оставлю этот номер где-нибудь вырезать подсказках я просто чтоб не лазить долго не рискать не смотреть не искать какой его номер в общем он не откалиброван от слова совсем если сравнивать например брать тот же голубой розовый и желтый вот они если с них плести вот будет идеальный браслет они минут четенькие они красивые ровненькие кирпичный но такое а именно это кажется и рис у них называется из серии и рис а.б. он просто именно ужасен они разного размера и это очень очень плохо так и я спрела сколько за 6 и и дальше мне будет уже 7 и так далее а.б. и а.б. и а.б. и а.б. и а.б. и Субтитры сделал DimaTorzok Нить и начну новую. Я пройдусь чуть вниз и там закреплю свою нить. Субтитры сделал DimaTorzok Старайтесь, кстати, никогда особо не тянуть леску, особенно мононить. Потому что она может порваться, особенно когда вы завязываете. У меня неоднократно такие были случаи, когда я беру, прям тяну со всей силы, она так оп, порвалась. Есть контакт. Я еще обычно чуть подпалю этот конец, очень-очень аккуратно и все. И вот между бисеринками оно прекрасно все спряталось. Даже не видно, где оно. Идеально. И теперь будем начинать новую ниточку. И я как раз покажу, как это сделать. И снова отматываем ниточку новую. Я как всегда отмотала полтора метра, около плюс-минус. Обычно мы закрепляем где-то с краю, но в этот раз я хочу взять более красивее сделать. Вот так получается. Значит, с третьего ряда нам надо, чтобы наша нить вышла вот здесь. И мы снова начали плести, как и до этого, с лево-направо. Аккуратненько поддеваю ниточку. И здесь я закреплю. И здесь я, как всегда, обрезала и буду проходить. Аккуратненько поддеваю ниточку. Аккуратненько поддеваю ниточку. Аккуратненько поддеваю ниточку. Так, и вот, в принципе, первый квадратика кончен. Далее мы плетем, получается, это у нас 24 круга мы взяли, 24 рядка, и 25-й у нас начинается, 1B, получается, начинается как вот второй, первый, второй, третий. Если сверху мы берем, то как третий. И так далее, мы плетем второй и третий. В общей сложности получается... Получается в ширину у нас 25 и в длину 69. 69 бисеринок. Если вдруг вам нужна схема, то напишите мне либо в Facebook, либо в Instagram, и я вам отправлю в личном сообщении PDF-файл, полностью, который будет состоять, полностью схема будет, и с этими буквами, цифрами, как он там называется, WordChart, и вместе с WordChart. Все контакты вы найдете внизу в описании под этим видео. Это схема абсолютно бесплатна, как бы, ну, только при учете. Ее нельзя использовать в коммерческих целях, и если вы выставляете готовый продукт, то не забывайте отмечать меня. Не забывайте меня отмечать как автора этой схемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok